Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков сёння с рабочей поездкой наведав Гомельскую в область. Специалисты администрации президента Беларуси протягивают приемы у регионах. Патриотизм, мужность, мир. У Рогачеве пройшла миротворча патриотичная акция Гомельского отделения Беларуского фонда мира. И больше подробно об этом и не только. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков сёння с рабочим визитом наведав Гомель. Основные пытания, которые были расследены с представниками мясовой улады, тычилися перспектив жильевого будавництва до 2020 года. Подробностей у сюжете Татьяны Болховой. Первый объект областного центра, на яким побывал премьер-министр Андрей Кабяков, детская областная клиническая больница. Реконструкция ведется по доручению президента Беларуси с 2016 года. Увод запланованный на липень 2018. Узведение медустановы предугледживает пять этапов. По словах мясцовых керавников будавничтой галіны, усе работы на объекте вядутся в ответности с планом. У приватности тут будуются одразу некольки новых медкарпусов. Так само будзе адновлены будынок існуючей дитячей больницы. После реконструкции установа будзе укомплектована сучасным медицинским обсталяванием. Андрей Кабяков так само наведаў новобудовлі города и ознайоміўся з вытворчастю Гомельского домобудавничтого комбіната. По его словах, Гомельское предприемство і ў вогулі сфера будавництва нашага регіона демонструюць добрые вынікі пазніжэнню кошту аднаго квадратнага метра жылля. Гэта стала махчымым, дзякуючы скарачэнню затрат ў будавництві. Стоимость квадратнага метра жылля с государственной паддєршкой Гомельске ДСК строят 260 доларах. 303 – это то, что на коммерческой основе то, что предлагаецца для свободной реалізаціи. Я думаю, что многие граждане услышав такие цифры в других областных центрах и в столице, в общем-то, я думаю, будут приятно удивлены. Причём хочу сказать, что это сделано не за счёт каких-то искусственных натяжек, каких-то дополнительных поблажек или чего-то ещё. Это просто делается за счёт того, что люди своевременно правильно провели модернизацию. Становши вопыт Гомельской області у сферы будовництва лишить премьер-міністр треба распаутюжуваць во усіх регіонах. Адзначим, что новый дом с самым танным коштом квадратнага метра в Украине, Гомельский домобудовницший комбінат увёл у эксплуатацию летом минулого года. В предыдущем году нами построены дома с госзаказом со средней стоимостью метра квадратного по подрядным работам с ценой 5 миллионов 600 старых недименированных рублях. Это цена по госзаказу, где нет затрат застройщика. В целом, если строится жильё долевое коммерческое, затраты застройщика, не входящие в сметную стоимость, дополнительно даёт ещё 2 миллиона рублей, в среднем 1,5-2 миллиона на метр квадратный. Згодно с планом будовництва жилья, до 2020 года будет поступово снижаться и узровень процентных ставок по банковских кредитах, які предоставляются на огульных умовах. Так, по выниках, с 2017 года плануется выйти на узровень 17-18% годовых, у 2020 годе до 9-11% годовых. Такое снижение процентных ставок по кредитах разом со снижением кошту одного квадратного метра собеспишет створение таких умов кредитования, які по финансовой нагрузке на громадянина отпавядают умовам и льготного кредитования. Татьяна Болгова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». 7 680 человек у Гомельской области заплатили сбор на финансование державы датков по стане на 23 лютах. Такие дадзины привели у областной податковой инспекции. При этом податковыми органами вызволены от выплаты сбору 15 тысяч человек и рабочими группами у выконкамах больше, как полторы тысячи. Нагадаем, при податковых инспекциях у сих районов области и працуют, что дзённые промые линии. Протягиваются и особистые приёмы. Информация про место и час их проведения, а так само номеры телефонов гарадших линий размещены на головных сторонках официнных сайтов ГАР Райвы Конкамау. Начальник головного управления по работе со зворотами громадян и юридичных особ администрации президента Республики Беларусь Рыгор Шлык провёл сёння другий приём Жахару Гомельской области. За допомогой у ворошенні своих проблем у Будыка Шалёвский Райвы Конкам пришли каля 20 человек. И ке пытань не разглядалися подчас приёму, ведая Олег Синсерову. Наибольшь распавсюдженная тема зворотов у Будыка Шалёвы – приватизация жилья. Основных причин две. У свой час за 70% по Будаванга сельгазподприемства просто не регистровали в Бюро техничной инвентаризации, а последние каких проведенных реорганизаций зноси усе необходные документы просто немогчимы. А про чатаго люди не за счёды погажаются с коштом проватизуемого жилья. Надея Олейникова живе у доме 1979 года по Будовы, причём ремонт тут не проводили Николе. За проватизацию квартиры площадь 56 квадратных метров в Жанчине неоплотно заплатить 20 тысяч рублей. Теперь у всех вороты у Райвы Конками уважливо разглядеть. Ещё раз. Квартиры уже старые, дома тоже старые, там есть трещины у нас сами заделываем, у нас крыша течёт, нам никто никогда ничего не делал, никакой, ну, не было никакого ремонта, можно сказать. Делаем своими силами. Подчас приёма у Будокошалёвы глобальных проблем люди не огочивают, некого, хвалюя разбитая дорога у ЁСа, некого отсутность лазни у райцентра. Проблема у тым, что часто в рашении узнятых проблем под рабою значных финансовых затрат и узгодненных деяне урозных организаций. Комельскому отделению Беларусской Чагунки, например, по выниках приёму пропонують ещё раз звернуться до организации пешеходного перехода на станции Будокошалёва. На этот мост про Чагунку Жахары Будокошалёва скарлятся уже не первый раз. В свой час он был побудован для безпеки пешеходов, але проект оказался не вельми удалым. Вся ляким разе пройти про за его вельми тяжко як со старелым людям, так и женщинам с малыми детьми. Тема праца уладкования и реализации декрета номер 3 в Будокошалёве головной не была, але так само сдамалась. Зараз в районе у якоси беспросовных зарегистровано 173 человеки, при тем, что свободных вакансий 220. Проблема у тем, что наимальникам потребны, перед за счёт дипломованные специалисты, урачи, педагоги, агрономы, ветеринарные урачи. Хотя рабочая профессия так само потребует от победной квалификации, тракториста також оператора машинного доения. Разум с тем, больше беспросовных закончили только середнюю школу и на рынку працы неконкурентосдольные. Гэта ситуация, до речи, улечивается при принятии расшеню рабочей группы по организации декрета номер 3. Зараз с просьбой об возводении сбору на компенсацию державных расходов сюда извернулись к реху больше 100 человек. 60% за яких уже отремали становочие отказы. Начальник Головного управления по работе со зворотами грамотян и юридичных особ Головная задача проведенных приемов грамотян мониторинг проблем, які існують у регионах. Было несколько обращений по возвращению вкладам, которые были в советское время положены нашими гражданами. Также значительную часть занимали, особенно в городе Гомеле, это судебные решения. Но по судебным решениям сразу бы хотел подчеркнуть администрация президента в соответствии с законодательством не имеет права вмешиваться в судебные постановления. Олег Сентярум, Валерий Гопанько, телерадио-компания Гомель, Збудок Кашалёва. Завтра промыть телефонные линии проведуть мясцовые улады. 25 лютого на совесть выйдет намесник старшини Гомельского Абылы Конкама Олег Михайлович Пачынок. Звертаться треба по номеру 75-12-37. Гомельчан выслухает керавник справу Гарвы Конкама Алексей Анатолиевич Васюченко. Званки будуть пройматься по телефону 7107-62. Час работы промыть линии с 9 до 12-1. Патриотизм, мужность, мир. Гэтые три словы стали слоганом миротворчо-патриотичной акции Гомельского отделения Белорусского фонду Миру. Яна пройшла у Рогачеве с нагоды одразу двех знаменальных дат. Под обязанностями Володы Ганна Ковалева. У зале Рогачевской середней школы номер 2 больше як 100 человек. З одного боку молодое поколение гораджан, старшоклассники, студенты з іншого поколения военных годов, ветераны войны, працы и вязни фашистских концлагеров. Для усіх этот день особливый. День оборонцов Айчэн тут означаюць одночасово с днём вызволенья родного города. Об славных и складанных сторонках истории Рогачева, его военных стратах и одновлень молодому поколению распавяли те, хто бачил усёг это на свои очи и хто сам был удельником падей. Сейчас я бы сказал, тогда мы не боялись. Я ещё был молодой, я этого не понимал. И все такие были все молодые. Командиры только у нас был, этот самый командир орудия. Он был в годах. А бои были очень опасные. Дарычу святка оккупации вызволения города и сам будинок этой школы всё лето ему исполняется 110 годов. Установа носит имя Виталя Колесникова, героя Советского Союза, урадженца Рогачева и его вызволителя. У память об таких, как он подчас акции, была и вязница Азарыча у Алла Осипова запалила свечку, на якой на разных мовах свету написано слово «Мир». Я угнана в концлагерь Азаричи, была семьёй из семи человек. Было мне три года и девять месяцев. И я, конечно, случайно осталась жива, потому что, когда у мамы отобрала эту клуночку со мной, немец такой, я помню его, запомнила очень, высокий фашист в кожаном пальто. Он навёл на меня, но мама упала на колени, давай плакать и просить, чтобы он отпустил Кляйна. И он что-то в нём дрогнула, и он пожалел меня и отпустил. Вот таким путём я осталась жива. И мне очень нравится то, что это стимулирует мою жизнь и продляет её, что я именно общаюсь с молодым поколением. За одного боку рассказать, какой была война, а з інших звернуть увагу на значность миротворчасті. Об этом с молоддю так сам размовляли представники комиссарията, керавництва города и дейчо культури. У отказ юной Жухари Рогачёва вышли на сцену как пресс-поэзию выказать подяку ветеранам и рассказать об своих миротворчих досягнениях. И вот всё в этом месте мы хотим обратиться к нашей молодёжи, чтобы они услышали, что было, что есть, и чтобы они делали всё возможное, чтобы именно у нас в республике было согласие, взаимопонимание, стабильность, безопасность, чтобы именно мы жили под мирным небом. Это будет самое главное. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, телерадио компания Гомель, Рогачёвский район. Сегодня Гомельская городская организация белорусских громадских объединений ветеранов означила 30-ти годы с дня своего заснования. З на годы свято отбился урочистый сход. Гомельская городская организация объединяет ветеранов Великой Айчинной войны и працы. Не глядячи на шановных взрослых, это люди молодые душой и полные энергии. Они принимают самое активное дело у патриотичном выховании молодой, проявляют себя творчей самодельности, допомогают состарелым. Почас урочистого схода наибольшие инициативные представники Гомельской городской организации были означены гоноровыми храмотами. Добрые традиции, которые склались за 30 годов деятельности, они бережливо заховывают и протягивают. На 2017 год план мероприемства особливо насыщены. Городской организации ветеранов запланированы массовые мероприятия, которые будут выполнены с поддержкой городской исполнительной комитета и администрации района. Это совместные поездки в город Минск, в город Минск, музей Великой Отечественной войны, на линию Сталина, посещение Лоева, посещение Брагина. На все эти мероприятия приглашаются не только ветераны войны и труда, но и школьники, члены БРСМ, кадеты. То есть с широким привлечением молодежи будут проводиться наши мероприятия. На хэтым тыне в нашем регионе проходит республиканская акция под назвой «До барона Айчины готовы». Организаторами выступили БРСМ и пионерская организация. Сегодня в рамках акции у войсковой части 1242 пройшла военно-спортивная эстафета. Ее удельниками стали 7 команд из разных районов Гомельской области. Будучим оборонцам Айчины необходимо пройти несколько выпробований, сирот яких с поборницей по стрельбе, сборка сброи на худкость, эстафета с пирожкодами. Таким чином юные спортсмены начинают освоивать азы армейского майстерства и рыхтоваться до службы во Узброяных силах. В программе мероприемства так само майстеры класса адвайскоутсов, открытый диалог по теме обороны родимы, наш дух и концерт военного оркестра. Разбирал оружие, собирал оружие, патроны тоже собирал, разбирал, стрелял, с него бегал. Интересное оружие, интересные были конкурсы, эстафеты, все интересно. Масляничные гулянни у Гомеля пройдут завтра на пяти пляцовках во всех районах областного центра. А кроме традиционных мероприемств, уякие включаются дегустацию блинов, лажене по слупе, бои подушками, организаторы подрихтовали новые конкурсы и шоу. Блинфест с белорусскими и казачными песнями, выстава собак и декоративных курей шекают гостей на пляцовках каля лядового палаца. У советским районе свято распочнется со спортивных споборництвов по мини-рэгби, а протягнется конкурс на забавляльной эстафетой, ператягиванием каната гонкой на метлах. Забавляльные программы зберуть гамельчан таксама у зоне отпочинку пруды Новобелецкого района. На стадионе Гомсельмаш и на площади микрорайона Костюковка. ГТ, а таксама иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры спортивные агляды с новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Савин.